Добрый день, друзья и гости моего канала. Сегодня 6 октября. Я хочу показать, сделать, так сказать, небольшой обзор своего участка, теплицы. Начинаю я с теплицы. Вот, закончила я обрабатывать свою теплицу. Вот так она выглядит сегодня. Вот это мои георгины выкопанные, промытые все. Видите, какие хорошие получились. Это вот то, что я вырастила из семян. Какие хорошие корни наросли клубнем. Вот, они все не подписаны. Я никогда не подписываю, потому что это для себя. Как посажу, какие вырастут, такие вырастут. Вот. Теплица вся помыта, видите, все боковушки чистенькие. Вот. Все-все-все промыла. Промыла я с хлоркой и с хозяйственным мылом. То есть, хлоркой помыла, потом еще хозяйственным мылом и ополоснула. Ну и мы, садоводы, любим... Вернее, хотим продлить так лето, что я все астры, которые у меня были на улице, я все-все их практически пересадила в теплицу. Они прекрасно цветут, растут. Хоть и говорят, что астры не любят в большом цветущем состоянии пересадку. Как видите, они прекрасно цветут. Причем высаживала я их, пересаживала я их таким варварским способом. Просто выдерывала из земли и сюда прикапывала. Вот. Тут вот еще канавы не закопаны. Здесь траву от косилки я почистила и скинула. Ну, надо просто принести хорошей земли и добавить. Так что прекрасные-прекрасные астрочки. Смотрите, какие махровые прямо. Вот эта астра какая. Вот фиолетовая, очень красивая, с желтой серединкой. Вот. Это вот также одна циния здесь попалась. Тоже я ее пересадила. Очень необычная расцветочка, красивая. Удастся семена собрать, значит соберу. Здесь же кустик хризантемы. Вот. Он мне просто мешался, я его тоже сюда посадила. Я, честно говоря, даже не знаю, какого он цвета. Вот. Так, вот эта астра уже цвела. Ее можно просто вырвать и выкинуть. Вот. А, она сидит вместе с розовой, поэтому не буду пока выдирать. Тут вот хризантема тоже. Ну, это вот хризантема, они вянут. Это просто обломыши. Я их прикопала. Вот. Но к весне все равно, я надеюсь, будут у них корни. Такая красивая астра. Обалденно красивая. И вот большие хризантемы я сюда пересадила. Это уже сидят у меня третий год хризантемы, и они у меня не цветут. То есть я даже не знаю, какого цвета. Заказывала я с Краснодарского края 30 хризантем. И вот четыре из них сорта зацвели, остальные, ну, что-то погибло, остальные просто не цветут. Так что даже не знаю, какого цвета. За четыре года все, конечно, бирочки уже потерялись. Но вот есть вероятность, что они все-таки в теплице зацветут, потому что головки набрали. Вот. Ну, подождем. В горшках у меня вот тут тоже цветы посажены. Это турецкая гвоздика. Это вот хризантема тоже сидит. Это очень интересная хоста. Называется Ручки Марии, что ли. Она вот узенькая-узенькая. Но что-то она пожелтела, не знаю, выживет или нет. Так, ну и с этой стороны. Лилии у меня маленькие из бульбочек. Вот так проросли. Вот видите, хост. Видимо, все-таки время они вот тоже пожелтели. Хосточки все пожелтели. Так, это вот моя гортензия сортовая. Перенесла в теплицу. Не знаю. На улице они не зимуют, поэтому выживет или нет. Но я потом еще, конечно, накрою спонбондом эти все посадки свои. Вот тут у меня петуния. Вот она совсем у меня зачахла на улице, сюда принесла. Она еще даже пытается зацвести. Причем набрала очень много-много цветов. Вот хоризонтема тоже. Это желтая хоризонтема в горшке. Не знаю, зацветет или нет. Так, здесь вот ромашка. Это перетрум фиолетового цвета такого. Так, и вот мне сестра дала клематис. И он вроде бы прижился в горшке в теплице. Видите, листик пошел. Тут несколько кустов земляники. Вот даже с ягодкой. Ягодка. Вот я их выкопала. Они тоже росли в безобразном состоянии. Но если одновесенные доживут, то пересажу потом на грядку. Там вон моя котейка гуляет. И вот тоже желтая хоризонтема. Очень красивая. И, к сожалению, у меня всего несколько штучек. Я их пытаюсь развести. Тоже уже цвела. Так, вот эта хоризонтема не знаю, какая тоже в горшок посадила. Хочу посмотреть, что за цвет. Вот и вот хвост вот такого цвета. Тоже листик обгорел. Или что это такое, не знаю. Вот он пришел, контролер мой. Да, контролер? Да, контролер? Филень, обратите на нас внимание, Филя? Филечка? Вот мы какие красавцы. Ну вот так я продлеваю, так сказать, лето. Вот с теплицы закончила я. Вот тут вот укропчик у меня взошел. Почему, видимо, семена обсеялись и прорастают. И кинза. Ну, не стала перекапывать. Пусть будет. И вот базилик даже молоденький пошел. Кустик базилика еще надо оборвать, посушить. Сегодня вот эти георгины уедут на хранение в подвал. Так, и еще вот у меня георгины. Сейчас покажу. Это не обработанные георгины. Просто выкопанные из земли. И все. Вот. Ну, посмотрим, что будет лучше храниться. Ну, и на огороде я, конечно, на своем навожу порядок. Потихоньку. Вот покосила газон. Теперь красиво. Вот арку еще надо повстричь, чтобы была ровненькая арочка. Здесь вот растишки вот эти у меня. Так, ну, конечно. Куда же без тебя, малыш. Кто смотрел мои видео, видел, какая цветущая клумба была. И теперь она вот в таком состоянии. Вот гортензия розовая. Зачахла совсем. Кустик мятый, красивый. В горшке растет. Тоже надо оборвать и посушить на зиму. Чай пить. Вот эти листики очень такие мятные. Да, прям мята такая, знаете, как перечная. Ромашка. Вот тоже надо собрать семена с пестрыми листиками. Вот одна асточка у меня осталась здесь. Так, ну и вот мои хризантемы. Видите? Совсем-совсем неактивно цветут вот эти вот кусты. Они еще ни разу, ни разу не цвели. Так, здесь вот расцвела вот такая желтая хризантема. Очень красивая. Но тоже поздно цветет. Я думаю, что она не доцветет. Вот травинка тут растет у нас. Вот эта хризантема уже отцвела. Красная. Приобрела такой некрасивый цвет. Розовая тоже отцветает. Вот еще желтенькая, но уже другого плана. Вот тоже, наверное, пытается зацвестить. Тоже не знаю, какого цвета. Вот красная хризантема, очень красивая. Гордовая, пытается зацвести. Вот тоже горшки еще надо убирать вот цветами. Здесь вот тоже клематис посажен. Ага, вот видите, листики пошли. Значит, пусть будет закрыт. Тоже надо в теплицу, наверное, убрать. Пусть там стоит. Вот такое состояние у этой грядки с цветами. И вот хризантема тоже. Ага, вот пытается зацвести. Ну, какой-то оранжевый цвет. Может быть, даже зацветет. То есть кусты хорошие наросли, большие, но они не цветут. И вот эта самая неприхотливая хризантема. Она цветет всегда, везде. Ее сколько ни пересаживала, и она всегда-всегда цветет. Кстати, вот эта хризантема тоже хорошо всегда цветет. Она чуть позже цветет, но она, по крайней мере, зацветает. И я вижу, какого цвета. Вот тоже цветки набрала на хризантема. Но зацветет или нет, не знаю. Видите, везде-везде бутончики. Но всю пересаживать я, конечно, не могу в теплицу. Так, и тут осыпалась груша. Вот тоже все обрезать еще надо. Вот, видите, сколько листьев, сколько. Очень много листьев. Тоже надо сгребать. Тут я начала вот свою компостную кучу дербанить на грядке. Вот жимолость моя хорошенькая. Самая урожайная. Ну, здесь у меня склад моих боеприпасов, так сказать. Ну, вот видите, все развалилось. Коты здесь у меня шурудят. Я специально ставлю, чтобы коты не лазили. А они все равно все разваливают. Тоже надо навести порядок. Как-то, наверное, по-другому все сложить. Вот, это вот божье дерево у меня красивое. Вот тоже пересаженная хризантема. Но это вот фиолетового цвета. Набрала бутончики. Не знаю, почему они мне не цветут. Вот такого цвета она будет. Они же размножаются, поэтому хризантем очень много. Так, ну и вот я несколько дней назад посадила чеснок, срезала гортензию и укрыла грядку с чесноком. Есть еще у меня одна грядка. Елочки какие-то валяются с тряпочками. Есть еще вот одна грядка у меня с чесноком. Здесь укрыта пасконником. Кстати, укрываю я не для того, чтобы было чесноку тепло. Вот, всю жизнь думала, что это, ну как всю жизнь, не то, что всю жизнь, а когда-то мне бабушка сказала, что чеснок укрывается для того, чтобы коты, которые забегают, ну в общем-то животные не разорвали грядку. Вот, поэтому, а я-то всю жизнь думала, что это для тепла укрывается. Вот, земляника, клубника у меня здесь вот растет. Прекрасные кустики. Тут вот даже ягодки, это ремонтантная клубника. Вот. Это пугалки для птиц. Ну, они мало помогают, но крутятся и красиво. Видите, еще земляничка есть. Все пересадила на вот одну грядку земляника с петрушкой. Это молодая петрушка у меня. И вот это, не знаю, как называется, кошачья мята, что ли. Она тоже имеет очень приятный мятный вкус. Ее тоже надо обрезать и сушить, заваривать чай зимой. Вот. Так что все переделки мои на огороде закончились. Вот видите, теперь вот здесь вот газон будет. Здесь был парничок небольшой, где росли у меня перчики. И грядка с земляникой. Все это ушло. И остался один газон. Осталось только три. Ну, четыре я вот эту грядку не считаю. Это цветная грядка. Осталось три здесь грядки. Значит, вот эта первая грядка. Это вот вдали там чеснок. А вот здесь у меня лилии растут всевозможные. Здесь у меня грядка клубника-земляника. И здесь грядка будет с зеленушкой. Вот тут уже сидит зеленушка у меня. Вот здесь вот чеснок. Такой многолетний растет. Здесь зелень. Здесь я тоже посею зелень весной. Здесь половина грядки чеснока. И дальше опять свободно тоже что-то посею. Вот здесь вот где я убрала свою клумбу с цветами. Травка уже молоденькая. Видите, проросла. Гортензия обрезанная. Вот. Ну и осталось совсем вот чуть-чуть убрать вот эту часть. То есть пересадить вот этот куст я еще не придумала, куда. Кот за мной бегает. Хочет на руки. Он у нас очень теплолюбивый. Ему холодно лапом. Бегает на руки, за мной просится. Вот эту вот клумбу кругу я тоже убираю. Камни отсюда переходят. Вот так он просится. Вот видите. Вот. Сейчас будет ползти на меня. Ну иди. Иди. Иди на руки. И здесь несколько ирисов остается у меня. Так. Здесь вот грядка остается. Это были все флоксы вот впереди. Здесь немножко вот клубники. Ой, землянички я тоже посеяла, посадила. Роза у меня здесь остается. Тоже пока некуда ее пересадить. И одна хризантема. Тоже, к сожалению, не знаю какого цвета. Но вот тоже пытается зацвести. Кустик еще. Салата у меня вот растет. Вот. И вот эта перекопанная. Я так мыслю, что здесь будет морковка и свекла. Так. Еще одна грядка у меня цветочная. Вот вчера обрезала розы. И смотрите, сколько саженцев я наделала рассады. Малыш, ты сейчас впадешь, малыш. Вот столько грядок, ой, столько саженцев я под баночки наделала. Но розы еще не обрезаны все. Поэтому здесь вот этот участок остается под саженцы розы. То есть люблю тоже эксперименты. Здесь немножко гвоздики со всего огорода. Я собрала, пересадила в одно место. И вот мелисса. Тоже надо обрезать и посушить. Вот. Она выглядит, видите, как крапивка. Но это мелисса такая красивая, молоденькая. Я ее обрезала, и она прям пошла, пошла, пошла. Тоже надо обрезать, сушить. Здесь вот яркое пятно еще на моем огороде есть. Вот. Розу плетискую я уже обрезала, но еще не укладывала. Здесь небольшой островок с флоксами остался. Некому уже раздавать. Но это тоже все надо раздать. Здесь тоже грядки не будет никакой. Молодая сливка у меня. Вот. Ну и вот хризантемы пересаженные. Кстати, вот одела по совету одной знакомой тоже пакет на хризантему. При вас открываю. Ну, я не могу сказать, что это сильно помогает. Вот жук какой-то завелся. Не могу сказать. Да, бутончики немножко увеличились. Но они тоже так же могут не зацвести, потому что холодно. Корень-то в холоде стоит. Питания-то цветку нету. Ну, в общем, я пакеты не буду больше одевать. Вот. И тут вот хризантема розовая. Прекрасно цветет. Вот. Единственное, что в следующем году я хочу тоже поэкспериментировать. Когда начнут вот эти... Они очень высокие. И они начнут, когда расти, я их начну обрезать на определенном уровне. Может быть, они тогда зацветут. Я не знаю. Но нет, значит, пусть красивая зелень будет. Вот. Хотя, вот видите, незакрытые точно такие же головки. Вот. Вот если он цветет, этот цветок хризантема, то она цветет. Вот цветет. Вот цветет. Видите? Ну, а тут не хочет. Ну, не надо. Тут вот у меня остатки тоже не знаю, куда и как. Но пока оставляю, потому что здесь пень от сливы. И он как бы... Ну, очень красиво смотрится, я считаю. Такая небольшая мини-клумбочка. И вот розы еще. Розовая клумба у меня. В этом году сформированная. Укрыла я травой, которую скашивала на днях. Розы пытаются еще цвести. Но это, конечно, все-все надо обрезать. Смотрите, какая красивая. Вот красивая тоже розочка. Вот мини-розочка. Смотрите, какая красивая. И тут немножко перепутала время года. Сейчас не весна, а осень. Но примула зацвела. А еще очень красиво здесь цветет виолка. Это не декоративная, это дикая виолка. Но она достигает уже таких больших размеров. Она уже здесь давно у меня. Я ее не вырываю. Очень красиво. Малыш бегает за мной. Не дает ни шагу ступить без него. А тут еще тачка стоит. С инструментами надо все убирать. И хочу показать еще свой рассадничек. Вот это мой рассадник. Здесь, конечно, тоже все надо высадить. Это вот калина Бульданеш. Видите, я ее очеренковала и посадила. Не знаю, вырастет, нет. Это вот роза. Она у меня зачахла. Я ее посадила в рассадник большим корнем. И она вроде бы дала листочки. Но листочки почему-то такие, знаете, матовые. Не блестящие, как вот у розы. Вот видите, роза плетистая. Если она дает листочки, то она... Блестящие листочки. Это вот жимлость. Очень сладкая. Тоже ее начеренковала. Она сидит. Как он называется? Жасмин. Черенок жасмина. И черенок спиреи. Тоже куда-то надо им найти место. Вот. Самый главный цветок пришел. Филин, сейчас пойдем домой. Я потому что сейчас уеду. Пойдем сейчас домой. Вот. Роза тоже пересажена в этом году. Прекрасно себя чувствует. Так. Несколько кустов вот смородины тоже высажены черенками. Они принялись. Все хорошо. Второй год им. Так что тоже либо себе оставлю, либо кому-то подарю. Так. Это что у нас? Теперь уже даже не помню. Бирочек нету. Это что-то весеннее. А, форзиция. Я вспомнила. Форзиция это. Так. Ну и вот такой теперь имеет вид этот уголок мой. Более-менее свободный. Кусты крыжовника я уже связала на зиму. Смородину тоже связала. Чтобы они не разваливались под тяжестью снега. Вот. Теплица пока лежит. Мужу пока некогда ее собрать. Вот. Три дня назад пересадила также жимолость сюда. Вот. Я надеюсь, что все будет хорошо. И она хорошо примется. Ябонька осыпается уже. Вот еще один куст крыжовника. Даже два куста связать еще нужно. Здесь вот росли у меня георгины. Тоже будет свободное место под газон. И хочу показать Малину. Малина еще есть. Вот видите, даже спеет. Тоже все надо обрезать, чтобы она не забирала силу у куста. Пусть куст силу набирает. Вот такая малина. Но она безвкусная уже. Ну и все. На этом я заканчиваю свой обзорчик своего огорода. Вот виноград подмерз тоже. Всем спасибо, кто со мной. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в гости. Новинки у меня практически каждый день. Не забывайте ставить лайки. Кому не нравится, ставьте дизлайки. Вот сейчас я начала еще проводить стримы. Добро пожаловать на мои стримы. Правда, они спонтанные всегда бывают. Но если вы на меня подписаны, то вам будет приходить оповещение. Всего доброго. Пока-пока.